Поражения разные, от разных команд, таких как Бавария, таких как... Да, и это безусловно большой шанс, потому что неизвестно когда в следующий раз Шальке сыграет Лиги Чемпионов. Смотрим, совсем скоро дождемся игры. Ну и наши коллеги Зуэфа предполагали, что сегодня с Леопортом в паре в центре обороны сыграет Винсан Кумпани, но его... ...на то, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. А шансы, как известно, есть до тех пор, как пока не прозвучало. Видите, нынешний Манчестер-Сити действует здесь, на Этихан, скорее по принципу, вы нам забьете сколько можете, а мы вам забьем сколько за новый шаг. Новый шаг в своей истории. Мадрид-2019, вот она, заветная цель. Ванда Метро... ...в Манчестер-Сити, и понятно, что здесь, мягко говоря, экспериментальное сочетание в обороне, да, может... ...с двумя центральными защитниками, но все-таки мы с Михаилом думаем о том, что будет схема с тремя центральными, привык играть Доминик. Из Германии не ждет, что сегодня Шальке создаст серьезные проблемы. Особенно учитывая то, что первая встреча завершит третий и Мерик Лапортс. Номер 14, ЛК Гюндаган. Восьмой номер, подача штрафную. Мяч в руках у Ферн. Начинал свою профессиональную карьеру в Гильзенкиркене, то у ЛК Гюндагана несколько иная история. Пока же Санэс зарабатывает. Було получает мяч, развивается атака правым флангом и дальше подача. И мяч смахивает Собернарду Сильф. Кстати, в Лиге Чемпионов, если кто-то должен пропускать какие-то матчи, то, пожалуй, вот опция ответной игры Шальке, она попытка пробраться на чужую половину поля. Но атака остановлена, и может получиться очень хорошая контратака Шальке. Другая прошла перед тем недолго, тем более, что Стамбули в Топенхеме почти не играл. Но успели поиграть вместе. А Гуэраам с Александром не позволил ему выйти на удалер. Ну, и Коноплянка им было, могут убежать. Да, это скоростные футболисты, но Абургшталер это завершитель. Это таранка на грани отставки. Но это опыт. Доминик Тедеско всего 33 года. Арахим Стеллинг врывается в штрафную передачу. И вот он должен был быть. Первый гол. Футбол не терпится слагательного наклонения. Гола нет. Классическая атака Сити. Проникающая передача. Посмотрите от Уокера в полуфланг. Открывается там Стеллинг. И кажется, нет офсайда. Не факт, да. Но очень трудно было сказать, кто был ближе к воротам Стамбули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. После свистка. Анген, Нагану, ходил с Дортмундом в финал Лиги Чемпионов, если помнить. И забивал, кстати говоря, на Уэмбле ворота Баварии. И справа здесь Стерлинг получил мяч от Уокера. Не точную передачу сделал на Бернардо Сильву. И в итоге Бернардо Сильву уже... Первый к этому мячу. Ощипка, Коноплянка. Любит он смещаться с фланга в центр и бить издали. Но в данном случае предпочитал продолжить атаку. Снова Данило. Бернардо. Пытается раскачать оборону шальки Манчестер-Сити. Данило Бургштайлер, он мяч отскочил к Уэстону Маккелли. Он смещается в центр. Что будет делать дальше? Перевод мяча. ...своей команде Рафа Бенитес перед той игрой. Он сказал тогда, ребята, вы пропустите. Вы совершенно точно пропустите, и счет будет тогда. Локер получает мяч. Неудачно его обрабатывает, но сохраняет в поле и Коноплянка, пожалуйста. ...смещается шальки. И все эти перемещения на короткой дистанции, конечно, незначительные. Ну, кажется, 30 метров в одну из тех ситуаций и шальки пока не преобразовал в реальную атаку. Мне кажется, это говорит, в первую очередь, о той осторожности, с которой действует команда Данил. И Зинченко забрасывает мяч в штрафную. Здорово может быть. Скидка могла бы получиться у Сельхова Агуэра, но не смог ее выполнить аргентинец. Направил мяч в створ. Никакой опасности. Агуэра передачу сделал. Дюндорган забрал штрафную. А там что? Пенальти. И сейчас... Итак, Эль Кун. Разбегу. Хо-хо-хо-хо-хо. Браво, волшебник. Браво, Сельхио Агуэра. 24-й гол Агуэра в этом сезоне. И пятый. Четвертый, прошу прощения, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Да, вот это уверенность, вот это клузнокровие. Поминку исполнил Серкио. Поминку. И Ферман, смотрите, прыгнул в левый от себя угол, но очень быстро понял, что не угадал. Все по классике сделал аргентинец. В принципе, первым ударом в створ в этом матче. Покажи Агуэра в штрафной площади. Агуэра! Второй удар в створ. Да, если Серкио все-таки чувствует мяч, идти за врос. Стерлин в штрафной. Пятка передачи на Агуэру. Удар поворотом. 2-0! 25-й гол в сезоне. И пятый в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Эль Кун Брависсимо! Как он нашел эту лазейку? Ну, как он туда мяч протолкнул? Объясните же мне, пожалуйста. Фантастика. Серкио Агуэра. Пятый гол его уже в пятом матче. Лиги Чемпионов этого сезона смотрим. Теперь, мне кажется, Микель Артета не смотрел. А посмотреть Вар и Сити. Да, кажется, что проиграть Сити на выезде не зазорно. Еще один голевой момент и еще один гол. Но проиграть не зазорно с каким счетом? Если здесь будет разгром, вероятно, отставка случится уже после Манчестерского матча. А пока 3-0 в пользу Сити на 43-й минуте. Ну что, все очень плохо. Да, для Шальки и для Сити на ворот все просто прекрасно. И команда уже, я думаю, двумя ногами в четвертьфинале. Передачу Зинченко делает из глубины. Нет офсайда у Сане. В следующем сезоне точно. А это ведь очень сказывается и на трансфер. Прошу прощения. Бернамсиль вот здесь, справа. Но играют без него. Это Стерлинг. Удар поворотом на этот трансфер. Бернамсиль из предыдущего эпизода все-таки. В Англии. Кстати, со Стамбули в центре поля, в Тоттенхэме. Они одно время формировали связку, связку опорных. Полузащик, включительно, локомотив сопернику предоставил. Да, не забив свои голы. Не в первом тайме, не в начале и середине второго. А Чусан, наверное, был штрафной. Падает на газон. Но кажется, что там ничего криминального не было. А здесь все-таки фолл. Фолл с контратакой Шальке. Справа МБЛО. Это Стамбули пошел вперед. Удар поворотом. Да, вот такой проход совершил сейчас защитник Шальке. Ну и что? Здесь бы извлечь реальную пользу. Но здесь пока осторожность. Осторожность превыше всего. Совсем первый в сезоне заброс на Бургшталера. Он должен вверху борьбу выигрывать. Но пока ничего не получается. Важно, конечно, доставлять. И вообще-то, конечно, совсем другая история. Другой турнир. Да, тот плацовый этот Манчестер-Сити объединяет только голубой цвет. Но, тем не менее, футбол фэрман номер первый. Пока Сити атакует Стерлингу. Линии штрафной передачи делает Налерой. Санет. Он бьет с левой ноги, попадает. Он санополин. Поэтому сюда же пришел и резервный арбитр. Он должен проследить за тем, чтобы кровь была остановлена. И вот еще один очень неприятный момент. И еще один центральный защитник Сити. Пока еще одна атака Манчестер-Сити. Санет входит в штрафную. Удар поворотом. Неточный. Лерой Санет. Да, сегодня он в ударе. И как прошел по флангу. Составил Шанке. Санет. Выход 1 на 1. Санет. 4-0. Асайт. 3-0. Которые не имели серьезной игрокской карьеры. И для кого-то, возможно, это было преимуществом. С одной стороны, это не нравится. Поэтому будет знак. Да, это урок на будущее. Прострел. 4-0. Теперь уже, наверное, долг не отменят. И тем не менее. Эльвин. Отменяет. Это как Леонид Слуцкий говорит о том, что теперь, после того, как появилась технология ВАР, очень трудно сразу начать праздновать гол. Нужно подождать немножко. И так же теперь и комментатору. Прежде чем сказать 4-0, нужно немножко подождать. А мне кажется, не было в сайт. Подалеку. Его можно попытаться. Свой персональный, да. Можно побить, действительно. Богорали. Шахтер 6-0. Можно и Шальке тоже. Я опять киндагар. Бернард Сильва там, поближе к дальнему флангу. Ну, они чем-то. Валяется. Сейчас кто-то, когда увидит, да, как он выглядит, немножко удивится. Но он нечистый. Валяется, забирает фермен мяч. И по-прежнему полностью контролирует ситуацию. Сити не собирается отдавать сопернику мяч. Чуть сильнее получился. Но здесь мы видим, что, конечно, более мощный и опытный футболист. Мяч у него без нарушения. Забивает. Это статистика больше подходящая для миссии Роналду. Санэ сделал передачу в центр. Зинченко. Киндаган. Заброс мяча вперед. И в последний момент. Поэтому мы не можем узнать, будет ли футболист Манчестер Сити. Показан горчичник. И неплохо, кстати, смотрелась его команда. Да, если бы у Доминика Тедеско сложилось бы. Забил, хорошо были шальки ответить. Евгений Коноплянко. Подача. Нет. Полуфинальные пары будут определяться. Вот в чем дело. Санэ, передача назад. Удар. Гол. 5-0. Потрясающий пас Лероя Санэ. Великолепное завершение Бернардо Сильвы. Да, красиво, как всегда. Все изящно, элегантно, легко и просто. Так кажется, по крайней мере, со стороны. На самом деле, это, конечно, мастерство. Ну и уровень сыгранности фантастический совершенно. Зинченко сделал пас на Санэ. Тот на линию заканчивал свое футбольное образование в Манчестер-Сити. А до этого был воспитанником Картик-Сити. Зинченко-Санэ. Открывается впереди Фоден. И это 6-0 повторение счета матча против Шахтера. Только Шахтера подключили. Матч против Шахтера, действительно. Фил Фоден забивает шестой гол. Был крупнее, чем 6-0. Манчестер-Сити в Еврокубках не побеждал. Сейчас есть такая возможность. Куражится в матч против Шальки Манчестер-Сити. Фил Фоден, который вышел на поле уже относительно давно. И, в общем-то, до сего эпизода ничем не запомнился. Но вот здесь, посмотрите, как на себя стащился. Играет Сити. Вернардо. Под удар передача. 7. 7. И это рекорд. Манчестер-Сити бьет собственное достижение по результативности в матчах Еврокубковых турниров. 7-0. Такого еще не было. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2018 года. 6-0 в матче с Шахтером. И вот теперь также Лига Чемпионов. Тот же розыгрыш. Шальки в соперниках. И 7-0. Ну вот пешком, честно говоря, атакуют Сити. Сити.